Свою работу в прямом эфире продолжает телевизионный информационный штаб «Выборы Одессы». Я Виктория Белошицкая приветствую всех, кто присоединился к нам только сейчас. До позднего вечера наши журналисты будут работать на избирательных участках, сообщая вам самые свежие новости. Проследить за ходом голосования можете и вы. Если участок открылся не вовремя, или вы заметили нарушение, или какие-либо провокации, вас нет в списках избирателей, звоните к нам в редакцию по телефону 771-5018. В данный момент наш корреспондент Александр Полуев находится около избирательного участка, расположенного в военном госпитале на Пироговской. Глава комиссии не пустил съемочную группу на участок. Александр сейчас с нами на телефонной связи. Александр, если вы нас слышите, скажите, какова сейчас ситуация в госпитале? Удалось ли попасть на участок? Добрый день. Смотрите, ситуация следующая. Немного поправлю. Нас не пускали ни члены комиссии, ни председатель комиссии, а охрана госпиталя, также руководство госпиталя, ссылаясь на то, что у нас нет аккредитации от Министерства обороны, в чьем ведомстве они находятся. Немного позже, уже после приезда милиции, которая также ничего не смогла сделать, к нам вышел председатель избирательного участка, расположенного на территории госпиталя. Сказал, что он никак не может повлиять на то, чтобы нас пропустили, потому что надо получать разрешение у главврача медучреждения. Но в то же время он объяснил ситуацию с лишними избирательными бюллетенями. По его словам, указание такое поступило из Приморской райадминистрации по количеству бюллетеней. Он это объясняет тем, что, скорее всего, точная информация о количестве больных ему поступила буквально пару дней назад, и что якобы эти бюллетени как запасные. На случай увеличения количества больных в госпитале. Сейчас мы направляемся в Приморскую райадминистрацию, чтобы попытаться получить там комментарий. Собственно, в Приморской райадминистрации находится окружная комиссия. Виктория? Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю вам удачи в получении информации в Приморской администрации. Будем и дальше следить за ситуацией на участке в госпитале. Эксперты подсчитали, сколько украинцев не смогут проголосовать на неочередных выборах в Верховную Раду. Таких оказалось более 4,5 миллионов. Почти половина из них – это крымчане. Это количество выборцев, которые в связи с российской агрессией не возьмут участие в голосовании сегодня. Первое – это АРК Крым и город Севастополь. 100% выборцев, 1,8 миллиона граждан. Мы помним, что близко 20 тысяч использовались процедурой тимчасовой изменения места голосования, но это близко 0,04% от загальной численности выборцев. Наши корреспонденты решили проверить активность избирателей и их мнение по поводу выборов. Живые отзывы в нашем сюжете. Как прошли выборы? Не было никаких нарушений? С нашей стороны нет. Ну, не знаю, нарушения, ошибка у меня была в списках. Ну, как бы я года рождения, 88-го у меня 50-й числился. Все правильно, все четко, все нормально, на высшем уровне. Все соблюдалось, и очереди, и смотрят ребята за порядком, все хорошо. Ну, опоздали они немножечко у нас, на полчаса, кажется, где-то там, не готовы были вообще. А так все нормально. Все нормально, девочки, только спокойно. А каких ждете изменений от выборов? Никаких, 100%, родная. Мне 72 года прожила жизнь. Ты думаешь, что лучше будет? Вот эти бандиты, которые теперь стоят у Насты, в Киеве, они и останутся. Скажите, а каких вы изменений ждете после этих выборов? Во всяком случае, первое, это, чтобы было лекарство дешевле. Второе, чтобы пенсию все-таки выровняли, сделали по-честному, по-справедливому. И чтобы был мир на земле. Честно говоря, я особо изменений никаких не ожидаю, потому что слишком много надо менять в самой системе управления. Ну, я, может быть, максимум придет тот человек, за которого я приголосовал. Ждем хороших перемен, чтобы война эта идиотская закончилась, чтобы пенсии добавили хоть немножко, только не так, не два рубля, а более-менее. Вот и жду. Политики наши, чтобы разобрались, чтобы навели порядок, и чтобы был мир. Я думаю, это самое главное, чтобы был мир, тогда и все наладится. – Ничего. – Ничего не жду? – Абсолютно. – Но голосовать считаете нужно? – Да. – Значит, чего-то ждете? – Ничего не жду. – А хорошего я ничего не ожидаю. Просто пришел, я уже старый человек. Так что пришел, уже дисциплина у меня такая. – А вы пойдете на голосование сегодня? – Пошли они. – Все, как есть там. Что пони***ли, все тут вот. – Когда они уже перестреляют друг друга только. – Довери нас, что мы тут стоим, чтобы на хлеб заработать. Все уже из дома вытащили, все, дожились до последней крайности. Голосовать. За кого голосовать? Ну и продолжает поступать информация на горячую линию информационного штаба нашего седьмого канала. Спасибо всем нашим телезрителям за такую активность. Итак, не получили пригласительные на выборы жители домов по улице Мечникова, 51, Новосельского, 53 и Академика Королева, 31А. И также редакция седьмого канала поздравляет всех автомобилистов с профессиональным праздником. До встречи в прямом эфире в полдень. Субтитры создавал DimaTorzok